Скажу несколько слов о ситуации с Белоруссией, в Белоруссии и вокруг Белоруссии. Является ли Лукашенко, так сказать, злом? Ну да, и сомнений в этом нет никаких. Дальше вопрос, является ли он большим или меньшим злом, чем то, что наступит при, как говорится, его отсутствии. Дело в том, что как только в Белоруссии исчезнет диктатор, сразу исчезнет белорусский суверенитет. Ну, можно сказать, да и хрен с ним суверенитетом, зато заживем как люди. А кто-то скажет, эй, нет, суверенитет это хорошая вещь, нам не хочется жить, так сказать, под кем-то, плясать под чью-то дудку, там, выполнять чьи-то задания. Но, к сожалению, если мы на условной шкале от Северной Кореи протянем, значит, некую, так сказать, линию к западной демократии, то понятно, что ни Россия, ни Белорусь никогда не будут точной копией Северной Кореи или, там, скажем, такого восторга, как вызывает, там, лидер северокорейский или туркмен Баши. У нас, у наших народов столько не будет, вот, но с тех пор, как Россия, так сказать, отчленилась от Прибалтики, Украины и Белоруссии, Россия все-таки в большей степени восточная деспотия, чем западная демократия. А вот Беларусь как раз вот по своему составу населения, историческому прошлому, как фрагмент Великого княжества Литовского, разумеется, более западная страна. Но не настолько она западная, поскольку довольно долго подвергалась так называемой русификации. Отчасти насильственная, отчасти потому что, ну, после того, как три раздела Лития Повсполитой проведены были в 18 веке, белорусская знать, шляхта, магнаты, ну, имели варианты быть либо повстанцами и ссыльными, или эмигрантами, либо стать частью российской элиты, то есть дворянами. И поэтому, как говорится, народ свой предали, а России стали близки, и многие, так сказать, знаменитые ученые, поэты, писатели, художники, полководцы, политические деятели, они как раз по происхождению Литвины или Белорусы. Поэтому есть куда вернуться, есть, так сказать, чем заняться. У России в этом смысле шансов никаких. У нас никогда ничего не было, кроме абсолютной монархии, да еще и вот такого восточного образца, когда правитель обожествляется, от него ждут чудес. Вот. Его обожают уже заодно то, что он батюшка-царь, ему приписывают функции, так сказать, абсолютно несвойственные людям, тем более таким людям, которые у нас там на троне оказывались. И эта ситуация будет длиться достаточно долго. Поэтому с последний эпизод, скандал, так сказать, с этим самым задержкой, там, задержанием, там, арестом, вот. Ну, кое-какие мысли все-таки на ум приходят, потому что, получается, уж очень как-то быстро и согласованно Беларусь стали втаптывать ниже прежнего уровня. Как будто вот это все было заранее известно, и стоило Лукашенко клюнуть на эту приманку, вот, ну, скажем, что-то проделать с воздушным судном. Обычно реакция все-таки на подобные вещи от всех диктаторов, ну, более притупленная. Значит, а тут вот какая-то слишком обостренная. Поэтому не исключено, что это такая многоходовочка, в которой Лукашенко оказался пешкой в чужой игре. Но в который раз скажу, что он мне напоминает анекдот, когда спрашивают, что делать с ребенком, который вот в родовые пути входит не головкой, как положено, а боком. Как фамилия отца, говорит гинеколог, Рабинович? А, ничего, вывернутся. Короче говоря, значит, иной белорус покруче еврея будет, а Лукашенко покруче любого белоруса. Он опять вывернется. И Беларусь будет сохранять суверенитет, пока он жив-здоров. А нужен ли Беларуси суверенитет, или она должна слиться в экстазе с Литвой и Польшей, снова уже третью Речь Посполитую создать? Это тема специфическая. Но вот этот флаг, бело-красно-белый и герб погони, это как раз возвращение вот к тому самому состоянию до трех разделов Речи Посполитой. До восемнадцатого века. Ну, подобные вещи, как говорится, бескровными не бывают. И желаю всем, как говорится, благоразумия и, в общем, компромисс. Продолжение следует... Продолжение следует...